Друзья мои, приветствую вас в сегодняшний жаркий день, в день Пятидесятницы. Присаживайтесь, дорогие друзья, присаживайтесь. Ну что, жизнь продолжается, несмотря ни на какие запреты, несмотря ни на какие карантины. Что делать? Ну, Библия нам не говорила, что нам будет легче как-то. Бог сказал, что сохранит нас даже в трудные времена. Но то, что легче нам не будет, это точно. И плюс ко всему мир идет к своему концу. Но Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Дух Святой не поменялся. Дух Святой действует как в былые времена, так и сейчас. Друзья мои, ну что, а вы знаете, я сегодня утром встал и как-то вспомнил, что когда мы еще на заре нашей церкви, когда только начиналась церковь, посольство Иисуса, я еще был там молод, я пришел ко Христу, мне был 21 год. И учился в университете на факультете, на немецком факультете. Что не так? Чего? А, то вы сбиваете, вы разговариваете на переднем ряду, я не пойму, смеетесь, что-то. Во-первых, приветствую всех тех, кто нас смотрит онлайн, всех нас, кто смотрит нас на телекомпании ТБН, приветствуем вас. Так вот, возвращаясь к моей мысли. И вот я тогда учился на немецком факультете, появились, конечно, контакты с немецкими братьями и сестрами. И мы почему-то приезжали несколько лет подряд именно на Пятидесятницу. Вот этот праздник, приезжали в Германию. К замечательному служителю, такому Детлифу Келлеру. Детлиф Келлер такой хороший мужик, прям реально. Хоть и немец, а то, знаете, в нашем представлении немцы это обязательно какие-то чопорные, злющие, которые только воевать хотят, и все гомосексуалисты. Я говорю, нет-нет-нет. На самом деле, до Второй мировой войны у нас вообще были добрые отношения с Германией, вообще с англосаксонским миром были нормальные отношения. Ну, особенно в частности с Германией, Швейцарией. Пол Нижнего Новгорода немцы строили, половину не пленные, а немцы архитекторы, садовники и так далее. Всевозможные такие деятели. Так вот, и я с утра встал и думаю, что у меня такая музыка в голове. Знаете, гимн такой немецкий там. И думаю, точно, потому что столько лет подряд мы приезжали и пели эти немецкие гимны вместе с немецкими братьями, делали там евангелизацию. Вот такие у меня внутренние ассоциации. Вообще музыка – это прекрасно, друзья мои. Музыка нас вдохновляет. И многие из нас не знают о том, что даже многие советские гимны, там, пионерии, помните, там, «Взвейтесь кострами», «Синие ночи», «Мы пионеры детских рабочих». Это же все песни, переведенные с евангельских гимнов. Коммунисты были не идиоты. Они понимали, чтобы народ хорошо пел, ему нужно просто вот знакомые мелодии и взять из христианского мира и переложить на свои. И когда я тексты впервые увидел, я был в шоке о том, что текст, там, знаете, «Христос грядет», там, туда-сюда. И, к сожалению, мы многие вот это забыли. А к чему я это говорю? Вообще к тому, друзья мои, что вот прославление уже идет, половина прославления, а еще народ только подтягивается. Никогда не экономьте на прославлении. Не экономьте. Я уже был на первом собрании на прославлении, ну, часть только на втором под конец пришел. Но, в принципе, я не экономлю. Люди почему-то думают, что проповедь – это самая центральная вещь на собрании в воскресенье. Нет, нет, нет. В воскресенье самое главное – это прославление, это жертва. И часть только – это проповедь, только часть богослужения, покаяние. Вот эти все вещи, они фундаментальны. Поэтому, друзья мои, приходите вовремя. Аминь. Ну что, молимся и идем вперед. Отец Небесный, благослови, я прошу Тебя. Дай нам сегодня дух жизни Твой, Отец мой. Вдохнови нас словом Твоим, Отец. Сегодня, в день Пятидесятницы, в день праздника Твоего, Господь мой, мы хотим получить слово от Тебя, слово назидания, слово жизни, Отец. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие с нами, Духом Святым. Аминь. Аминь, друзья мои. Итак, сегодня мое слово звучит «Сила христианства в Духе Святом». Вот такое название, но очень важное. Вы знаете, много на земле есть религиозных людей, много есть всяких религий, движений. И у каких-то есть движений что-то такое, ну, позитивное или, ну, нужное. А есть что-то у нас, есть сильные стороны, а есть также слабые стороны. И одна из слабых сторон христианства всегда была Троица. Ну, всегда, во все времена. И вот все люди такого, знаете, какого-то специфического ума пытались разобраться математически в Троице. Сегодня я не хотел бы об этом говорить, я просто хотел говорить о том, что сила нашей веры в присутствии Святого Духа, что Святой Дух как залог для каждого верующего человека является огромным-огромным позитивным моментом, важным позитивным моментом. И начнем читать с Бытия, 1 глава, 1 глава, 1, 2 и 3 стихи. Самое начало, самое начало, самые первые стихи Библии звучат так. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет. И вот смотрите, 3 стиха, и сразу начинаются с таких слов. Сначала Бог сотворил небо и землю. Вот небо есть и есть земля. Не в том понимании, в котором мы сегодня мыслим себя, и не в том, как, знаете, вот сейчас плоскоземельцы появились, которые говорят, что земля вообще плоская, тогда я не пойму, куда там смотрят в телескоп Стивен Хокинг и другие смотрели. Тогда непонятно вообще многие вещи, до чего достигла наука. Но, в принципе, на что я хотел обратить внимание, на то, что в первых стихах Библии уже видно четкое сочетание Бога и Духа Святого. Написано, Бог сотворил небо и землю, и Дух Божий носился над землей. Моя мысль очень проста. Евреи в былые времена не отличали Бога и Духа Святого. Для них это было одно и то же понятие. Просто Бог и Дух – это одно. Вот только на первых страницах мы видим это. Но удивительно, что люди глубоко рационалистичны. Наш век сегодня – это век разума, рацию. Люди пытаются все сосчитать, все понять, говорят, ну как, если Иисус Бог, Отец Бог, Дух Святой Бог, получается, три. Древние люди так не мыслили. Древние люди мыслили категориями данности. Вот знаете, я как-то в своей жизни, как христианин, получил откровение простое, что вот есть данности, данности, которые тебе поменять, ну невозможно. Ты их можешь только наблюдать, а вот менять их нет никакого смысла. И не просто смысла, ты только повредишь себе. Но люди почему-то упорно пытаются поменять данности. Ну, например, вот солнце утром встает, ну встает оно всегда. И поэтому нужно привыкнуть, что солнце, оно встает. Оно не закатывается, оно именно встает. У тебя есть жена, есть муж, вот такой, какой он есть. Это данность, худой, толстый, я не знаю, красивый, некрасивый, но это вот данность такая. Если ты это поменяешь, только будешь разрушать. У тебя есть дети, вот те самые, у меня три девочки и один парень. Ну, может, я хотел бы, чтобы были три парня, одна девочка, может быть. Ну, вот у меня вот так, вот такое. И жена у меня вот противоположного пола, чему я очень рад. Может быть, я очень бы хотел в своей жизни, может быть, хотел бы быть пастором где-нибудь в Нью-Йорке, чтобы в мою церковь ходил сам президент Соединенных Штатов Америки, хотя не уверен, хочу ли я этого. Может быть, хотел бы. Но я живу в России, в Нижнем Новгороде, и в моей церкви не 10 тысяч человек, а меньше людей. И у меня есть вот такой Кремль, у меня есть вот такие реалии. И я в них живу, я ничего с этим поделать не могу. Я, может быть, хотел быть сыном Илона Маска, но я сын папы и мамы. В деревне Хрущево я вырос, мальчиком вот таким рос. И это данность. И вот древние люди многие вещи воспринимали как данность, и в этом была красота природы, просто красота. Соломон был не идиот, который написал такую прекрасную книгу мудрости. Сегодня люди, читая эту книгу, реально назидаются и идут по правильному пути, не сбиваются ни влево, ни вправо, просто читая древнюю книгу. Поэтому, когда я смотрю на древнеизраильскую культуру, я вижу в ней вот именно восприятие мира как единой данности. Они не спорили, вот сколько там, два, три на небесах. У них было все одно. Знали, Бог есть, и это факт, это данность. Хочешь ты, не хочешь, будет суд. Он создал мир, видимый и невидимый. Вначале створил небо и землю. Слушай, я не согласен с тобой. Как это, небо и землю? Земля-то, она круглая, и есть столько планет. Это ничего не меняет. Все равно за всем этим стоит Господь. Ладно, чуть-чуть атмосферу расслаблю, чуть-чуть. История такой советского времени. Вовочка в классе сидит. И вот Вовочка, верующий, ходит в церковь. А знаете же, были времена безбожные, и очень сильно гнали церковь, и считалось политикой партии именно доказывать, что Бога нет. И вот Марья Ивановна говорит, Бога нет, Бога нет на уроке. И Вовочка говорит, да как же нет, Марья Ивановна, вы что, рехнулись что ли? Конечно, он есть, он все создал. Марья Ивановна его за руку взяла, приводит к директору. Ну, это шутка, чтобы вы понимали. Приводит к директору и говорит к директору, смотрите, вот Вовочка против нашей партии, говорит, что Бог есть, противится мне. Директор своим авторитетом говорит, Вовочка, ты сейчас придешь в класс, повторишь слова Марьи Ивановны, что Марья Ивановна сказала, что Бога нет, сам подтвердишь, что Бога нет, понял? И потом извинишься перед всем классом. Три вещи. Повторишь, что Марья Ивановна, сажешься, скажешь, сам Бога нет, и извинишься. Вовочка испуганный, ладно, в класс заходит, учитель говорит, давай говори. И Вовочка такой, Марья Ивановна сказала, Бога нет. Ха, Бога нет, ну уж извините. Представьте, пацан советских времен, но воспринимает все как данность, Поэтому есть вещи, которые просто они уже данность И нет смысла с ними бороться Нет смысла кричать на портреты умерших родителей, что они не миллионеры Нет никакого смысла Нет смысла просто ругаться на саму вселенную, что ты родился в деревне, где-то в Нижнем Новгороде, под Нижним Новгородом Извлеки из этого смысл, извлеки радость и скажи Вот так произошло, потому что Бог это сотворил таким образом И за этим за всем стоял не просто невидимый Бог, а именно стояло его присутствие Его Святой Дух, который носился над водою и сказал, да будет свет И стал свет Бог сказал тебе, да будет свет И твои глаза прозрели Ты осознал, что есть смысл жизни И поэтому ты сегодня сидишь здесь на собрании Потому что ты хочешь прославить Бога сегодня Итак, друзья мои, вернемся к понятию немножко троица О которой я не хотел бы глубоко говорить Но троица это действительно самое непонятное понятие в христианстве Если можно так сказать Самое непонятное в христианстве И к сожалению, к нашему большому сожалению Находятся умники, которые пытаются в день троицы Или в пятидесятницу, в сегодняшний день Написать свои посты во всем интернете Что христиане годами ошибались Что они глупы, не умеют считать Как же так, если Бог один Как же один плюс один плюс один Сколько будет? Три! И это сказали греки Греки с своей софистикой, со своей философией Они не могли понять древнего разума евреев Потому что евреи мысли синкретично Это значит многое у них не разъединялось Для них это было одно и то же И представьте еврея, раввина, которым приходит грек Принявший христианство и говорит Подожди, подожди, давай разберемся Подожди Иисус, Бог? Дух, Святой Бог Творец, Бог Три получается А кто тебе сказал, что надо прибавлять Один плюс один плюс один А может надо один умножить на один Умножить на один Сколько будет? Один! Какая проблема? Все в порядке Понимаете? И ты думаешь Ну вроде бы так, а вроде не так Послушайте, до сегодня просто Прочитайте книгу Краткая история времени Стивена Хокинга Ты там с ума сойдешь В начале 20 века Эйнштейн показал теорию относительности Ее до сих пор физики не могут понять Они понимают математически А вот так нарисовать не могут Я первую главу прочитал краткую историю времени Я понял, боже мой Там даже понятие света Света и времени не является объективным Только вдумайтесь То есть время может течь и быстро, и медленно Время! Скорость света может оказываться Это единственная объективная черта И то, Эйнштейн сказал Возможно и нет И половину миру иллюзорной И говорит Представьте, вселенная Она вроде в совокупности Как шар расширяющийся Но с точки зрения другой вселенной Она плоская Думаешь, как? Как это все понять? А теперь представьте Этот Бог, который создал все И включая самого Эйнштейна Пытается нам на страницах Библии Объяснять свою природу Угадай с трех раз Надо ли нам вообще разбираться В троице И стоит ли в ней разбираться А иногда нужно наоборот Попытаться сказать От обратного Я говорю Хорошо А теперь представьте Если Иисус не Бог Кто умирал за меня? Ангел? Архангел? Вася Пупкин? Коля Смирнов? Александр Семенович Пушкин? Кто там? Я не знаю Ну не знаю кто Кто отдал свою жизнь За мои грехи? Поэтому я знаю Что Библия моя говорит Это великая тайна Бог явился во плоти Тайна А Дух Святой кто тогда? Так вот евреи не могли понять Кто такой Дух Святой Они говорили Мы просто видим Его присутствие в нашей жизни И вот удивительно Что Дух Вот только вдумайтесь Дух это еврейское слово Руах И обозначает Сила жизни Человек может жить Только 4 минуты без дыхания Вот набери воздух И только 4 минуты Ну большие там герои Могут даже до 6-7 минут продержаться Ну всего это несколько минут Без дыхания И потом смерть И вот так же Древние пророки Они говорят Подождите Сам Бог дает дыхание жизни Всему Все что мы видим И когда он вдохнул дыхание жизни В Адама Он стал душою живою Поэтому Дыхание Божие Это и есть руах Когда на тебя приходит Какое-то присутствие Необъяснимое Что-то с тобой происходит Вот по этой причине Древние люди всегда искали Присутствие Божьего Вот даже в нашей На нашей истории Откуда эти паломничества взялись Люди ходили Они искали Божьего присутствие Поэтому Бог И Его Дух для евреев Были неделимы Они никогда не делились Даже Павел Апостол Не отличал Бога И Духа Святого Ты скажешь Да ладно Апостол Павел Я еще раз говорю Не отличал И Иегову Господа И Святого Духа Давайте чтобы не быть Благословным Деяние апостолов 28 глава Самое последнее Апостол Павел Спорит с фарисеями Фарисеи пытаются Опровергнуть его слова О воскресении Иисуса И написано 25 стих Деяние 28-25 Будучи же не согласны Между собою Они уходили Когда Павел Сказал следующее слово Хорошо Дух Святой Сказал Отцам Нашим Через пророка Исаию Итак он говорит Кто сказал? Павел говорит Хорошо сказал Дух Святой Зафиксировали Это на страницах Библии Павел говорит Хорошо сказал Дух Святой Про вас Фарисеи спорили с ним По всем вопросам Но не по этому Вот этот вопрос Они оставили без внимания Никто не сказал Что такое Я это перепутал А теперь смотрите Что он говорит Что сказал? Пойди к народу сему И скажи Слухом услышите И не разумеете Очами смотреть будете И не увидите Огрубело сердце Людей сих Ушами с трудом слышат И очи свои сомкнули А теперь откуда Он взял эту цитату? Эту цитату Он взял Из пророка Исаии Шестая глава А как там звучит? А в шестой главе Исаии звучит Вот так Восьмой стих И услышал я голос Кого? Господа В оригинале написано Господа Саваофа Или Иегова Саваоф То есть это вот тот Единый Бог Творец для Израиля Написано И услышал я голос Господа То есть Иеговы Говорящего Кого мне послать Кто пойдет для нас И я сказал Вот я пошли меня И сказал он Кто он? Господь Иегова Сказал Пойди и скажи этому народу Слухом услышите Не разумеете И очами смотреть будете И не увидите Ибо огрубело сердце Людей сих Он берет цитату Из Ветхого Завета И говорит фарисеям Хорошо про вас Сказал Дух Святой Что вы Ваши сердца Грубели Слухом слышите И не слышите Другими словами Для апостола Павла Иегова И Дух Святой Это одна личность Просто в разных проявлениях И поэтому Павел понимал Я склоняю свои колени И говорю Господь Иегова Пожалуйста Приди в мою жизнь И когда со мной Что-то происходит Исцеляются конечности Я чувствую его присутствие Когда слышу его голос Это его дух Это его Руах Это его присутствие Другими словами Это он сам А мы же заложники Аристотельского мысления Так два или один Апостол Павел говорит Да я откуда знаю Два или один Я не знаю Когда ты на меня Вот так вот Дунул Это ты Или углекислый газ Из тебя вышел Или отрыжка Я не знаю На самом деле Но пахнешь точно ты Точно Поэтому друзья мои Вот из этих вещей Нам нельзя строить Никакие догмы Идеи Какие-то полуглупые И самое страшное Когда люди начинают В этом разбираться Они теряют Возимоотношения Со святым духом Вот это действительно страшно Удивительно Когда-то Человечество Перестало общаться с Богом И после этого Пришел потоп на землю И мы думаем Ну вот просто Как-то люди развратились И поэтому пришел потоп Но есть одна цитата В Библии Которая очень многое Объясняет Очень многое Бытие 6 глава В 6 главе Бытия Описана ситуация Перед потопом И потом Бог находит Ноя Потом говорит ему Заповедь Но удивительный Один стих Вот только на него Обратим внимание Бытие 6.3 Написано И сказал Господь Бог Смотрите Не вечно Духу моему Быть пренебрегаемым Человеком Мессии Потому что они плоть На этом остановимся Смотрите Какой диагноз Какую формулировку Использует Господь Он говорит Не вечно Духу моему Быть пренебрегаемым Вы просто Пренебрегаете Моим духом Когда люди Перестают Вообще Задумываться О духовном Они даже Подменяют понятия Сегодня люди Говорят Давайте поговорим О духовном О Лермонтове Пушкине О Толстом Достоевским Это не духовное Это просто Литература Духовное Это то Что сказал Иисус В Матфея 12.31 Ой простите В Матфея 4.4 Иисус сказал Не хлебом Одним Будет жив Человек Но всяким Словом Всяким Духом Все что выходит Из уст Божьих То есть Когда Бог На тебя дышит Своим руахом Вот этим Ты будешь жить Когда ты будешь Искать Его присутствие А люди В тот момент Они просто Перестали искать Его присутствие Они вдруг Подумали Что они просто Плоть Вот плоть Обычная И у нас До сегодняшнего дня Существует Это искушение Искушение Думать только О плотском Что же такое С горлом Надеюсь Не ковид Если ковид Вы из меня Помолитесь И руах Божий Коснется Меня Но это важно Люди стали Жить только Представлениями Плотскими Они говорят Самое главное Это просто Быть красивым Самое главное Иметь много денег Построить хороший дом Купить хорошую машину Это все О чем я думаю И Бог выносит приговор Вы пренебрегаете Моим духом Вам он не нужен Мой дух А если он не нужен Ну испытайте тогда Последствия своей плоти И знаете что удивительно В Новом Завете Матфея 12.31 Что-то совсем происходит Не то Господи помоги Прям теряю голос Иисус говорит Матфея 12.31 Любой грех И любое Да что такое Давайте правда Помолимся Никогда не было В жизни такого Господь я прошу Тебя благослови Аллилуйя 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 Аминь Матфея 12.31 Написано Любой грех И любое Кощунство В новом переводе Будут прощены Людям Но кощунство Над Духом Святым Прощено Не будет Кощунство Вы знаете удивительно Что Господь даже сказал Не просто хула А кощунство В новом переводе Вы знаете Часто люди говорят Ну Я вот не знаю Пастор Вот хулил я Бога Или не хулил Просто вот не знаю Одна девушка Ко мне подошла И говорит Пастор Я вот думала Вдруг я хулила Духа Святого И вдруг мне не проститься Я говорю И понимаешь Сам факт Что ты об этом говоришь Хулил ли ты Говорит о том Что ты его никогда не хулила Потому что Человек Который Хулил Духа Святого Вадим Николаевич Ты мне что-то несешь А у меня вода есть Это от всех болезней Аллилуйя Спасибо Господь Я имею ввиду Господа А тебе спасибо Вадим Чего больше всего боялся всегда Когда тебя показывают Вы представляете Сейчас люди смотрят А у нас какие-то телодвижения Какие-то А это же так прекрасно Потому что ты понимаешь Что церковь это семья Если бы это было какое-то выступление На TEDx Меня бы стащили С кафедры А здесь все прекрасно Итак Кощунство Кощунство над Духом Святым Не будет прощено И вот когда человек Вообще задумывается О духовном Вообще о духовной жизни Это говорит о том Что Дух Святой Каким-то образом его касается Когда человек даже говорит Не похулил ли я Потому что кощунник Никогда о таких вещах не думает И Господь вынес приговор Говорит Долго ли будет пренебрегаться Этим родом Мой Дух Люди живут исключительно Вещами Не нужными Не представляющими Ничего для Бога Запомните Пренебрежение Духом Это всегда пренебрежение жизнью Если человек пренебрегает Духом Он обязательно будет расплачиваться Своей жизнью Сегодня мир стал Жутко бездуховным На сегодняшний день К сожалению Людям не интересны Священные Писания Когда им не интересно Священные Писания Они не размышляют О духовных вопросах А потом у них приходят проблемы Приходят проблемы в семью Проблемы с детьми Проблемы Просто проблемы по жизни С зависимостями Потому что человек Пренебрегает Духом Я вообще знаете удивляюсь Есть целые нации Народы У которых в культуре Вот в культуре народа Отсутствует вообще слово Бог Отсутствует духовная жизнь Я может не хочу там кого-то ругать Может кто-то обидится Но я в жизни Реально не встречал Ни одного испанца Вот ни одного Покажите мне одного Не надо двух Одного покажите испанца Чтобы я с ним мог поговорить о Боге Никто Никогда Из испанцев не разговаривает о Боге Я не разговаривал Я ни разу не видел Я всех кого встречал в Испании Это люди которые интересовались женщинами Да Деньгами Да Морем Никогда о Боге не говорят Не знаю почему А я их встречал Десятки если не сотни Я даже последнему испанцу сказал Что с вами со всеми Вот чего Я говорю Неужели ты никогда не думал о смерти и о Боге Смотрел я на этого парня Он что-то выпил там бокал вина И такой Нет Не думал И я думаю Что у них с головой Почему Французы Я крайне редко встречал французов Которые хотя бы отвечал Какой-то реакции на то что А ну да Церковь существует Потом удивляемся Почему так много там Иммигрантов Эти нации как будто Уходят вообще С лица земли Потому что люди забывают Руах Забывают свой дух Забывают свои ценности Но Возвращаясь к моей мысли Очень простой Очень несложной Когда мы ищем Духа Святого Дух Святой приходит к нам Если мы хотим духовной жизни Мы начинаем что-то делать для этого Для этого мы едем на энкаунтеры Для чего Чтобы оттряхнуться от всей чешуи И послушать его голос Чтобы Дух Святой заговорил с нами В былые времена Это были паломничества Сами монастыри появились Как результат поиска людей В былые времена Поиска присутствия Святого Духа Люди искали Святого Духа И Духовная жизнь Само понятие Откуда оно взялось Духовная жизнь Что это такое Это не просто же мы говорим Библейская жизнь Или жизнь в христианстве Мы говорим духовная жизнь То есть это поиск Духа Когда мы говорим Дух Святой Приди в мою жизнь Я ищу тебя Ты мне нужен Удивительно что Когда Христос умирал на кресте Вот момент его смерти Только представьте Вот сам этот момент Написано Он испустил Дух То есть Дух его ушел Который жил в нем И Марка 15, 20, 37 и 38 Давайте прочитаем интересно Иисус же Иисус же Возгласив громко Испустил Дух И завеса В храме Разодралась Надвое Сверху Донизу Вот В храме Была Была завеса И за ней находилась Святой Святых И вот эта завеса В момент смерти Иисуса Раздирается Надво Почему Почему люди Так редко Уделяют этому Внимание Дело в том Что Бог Который И существовал Всегда и во всем Хотел быть с людьми Духом Святым Он хочет быть рядом с нами И по этой причине Завеса раздирается И другими словами Дух Святой Он изливается Каждому человеку сегодня Он доступен Каждому верующему И поэтому я говорю Христианство Это Не просто религия Мы всегда говорим Что христианство Это взаимоотношение С живым Богом Поэтому Бог Он хочет общаться с нами Через Святого Духа И Быть Вадимым Духом Святым Это одна из привилегий Детей Божьих Я вот всегда задумываюсь Думаю Какая великая привилегия Того Что Бог Не хочет жить за завесой Бог нам сказал Я не хочу жить Там В Святом Святых Я не хочу жить В каком-то храме Я не хочу быть за завесой Я хочу Быть с вами Чтобы вы слышали Мой голос И двигались В соответствии С моим голосом Вот поэтому Возвращаясь к тому Что сказал Иисус Матфея 4.4 Да Он сказал Не хлебом одним Будет жив человек Не плотью Это очень опасно Потому что жить по плоти Это всегда умереть Жить по плоти Не иметь надежды Жить по плоти Это просто расстаться С своей вечной жизнью Но жить по духу Это слышать его голос И смотрите Удивительно Деяния апостолов Возвращаемся теперь К деяниям апостолов К той самой книге Которой написан Сегодняшний праздник И вот деяния апостолов Первая глава Интересно Первую книгу написал Я тебе Феофил О всем Что Иисус дел И чему учил От начала До того дня В который вознесся Дав Смотрите Святым Духом Повеление апостолам Которых он избрал Иисус дает повеление Святым Духом Не написано Что дал повеление Идите и сделайте Написано Дух Святой вел его То есть Сила Божья Она действовала Духом Святым С Иисусом Как знаете Если физически посмотреть Вот если три шарика Но они Одно Соединены какой-то Радугой невидимой Одной энергии И Дух Святой Ведет Иисуса В нужное место И говорит апостолам Послание Написано Которым И явил себя Живым Пострадание свое Со многими Верными доказательствами В продолжении Сорока дней Являясь им И говоря О Царстве Божьем И собрав их Он повелел им Не отлучайтесь Из Иерусалима Но ждите Обещанного от Отца О чем вы слышали От меня Ибо Иоанн Крестил водою А вы через Несколько дней После сего Будете крещены Духом Святым Что такое крещение Крещение Это всегда Погружение Всегда Смысл крещения Это всегда Смысл погружения Если я возьму Эту пробку Брошу в чай Она погрузится Но я не буду так делать Потому что надо попить Ой спасибо Вадим Как на каменку Так вот И тут такое обетование Господь дает свое обетование Говорит Разорвалась завеса Не зря Оттуда должен идти Дух Святой Поэтому друзья мои Церковь моя Это люди Водимые Святым Духом Только задумайтесь Святым Духом И дальше Восьмой стих Но вы примете силу Вы примете силу Христианство Это всегда сила Сила в словах Сила в жизни Сила в проповеди Написано Вы примете силу Когда сойдет на вас Дух Святой Удивительно Что он говорит Сила придет Благодаря Святому Духу Не благодаря образованию Не благодаря твоей харизме Не благодаря твоему С хорошему поведению А благодаря тому Что Святой Дух Своим присутствием Придет на тебя И дальше Для чего это будет И будете мне свидетелями В Иерусалиме В Иудее Самаре И даже до края земли То есть Иисус говорит На вас придет сила Для того Чтобы вы могли Изменять этот мир Вы могли каким-то образом Влиять на людей Вокруг вас И это будете делать Не вы сами Дух Святой Будет делать через вас Вот я всегда говорю Но если вы не верите Не понимаете Троицу То что Дух Святой Для вас И удивительно Все люди Исповедующие того Что Троица Не является Божьим естеством Почему-то не имеют силы Я не знаю почему Я не хочу никого обличать Но встречаясь Со свидетелями Иеговы Это такие самые Наверное ярые Сторонники того Что Дух Святой Не Бог Иисус не Бог Всегда садишься с ними Разговариваешь Ну нет силы И все Умняк есть Умняк Библии шуршат Какие-то места Писания тебе открывают Что-то в интернете напишут В Ютубе Что-то тебе покажут Ну нету силы Вот нету ничего Нет никаких изменений Я всегда говорю Вдумайтесь только Сила Святого Духа Не только для того Чтобы правильно говорить Хотя и это тоже важно Я вообще порой удивляюсь Порой помолишься С человеком Разговариваешь С мирским Даже про себя Как-то молишься Дух Святой Веди меня Какие-то слова правильные Какая-то вся атмосфера Такая смотришь Человек уже через 5 минут Плакать начинает Просит помолиться Думаешь Это же Дух Святой И второй момент Очень важный Это реальное изменение жизни Ну по-настоящему Изменение жизни людей Вот такой простой пример Вообще Я всегда вот об этом задумываюсь Я вот недавно был На научно-практической конференции Религиоведческая научно-практическая конференция Вот мы сидим Там умные образованные люди Там представители разных религий И вот я вдруг понимаю Что то, в чем я живу Они даже не понимают Вот они не могут это ощутить В чем я живу Ну например Кто-то там нарколог один говорит Вот я занимаюсь Его спрашивают Вот ваша наркологическая деятельность Сколько работаете? 30 лет Сколько у вас там людей Которые могут вас поблагодарить Ну вот один был 15 лет назад Помню, наркоман был Он целый год после моего сеанса Не употреблял наркотики Сейчас вот я потерял с ним контакт Я сижу и думаю О чем вы говорите? Только я вот 500 человек знаю Вокруг меня, в нашей церкви Которые освободились от наркотиков Благодаря силе Святого Духа Только люди, которых я знаю И слились от болезней Силе Святого Духа благодаря Думаю, что я им скажу? Вот я встаю и говорю Ребят, я не могу это объяснить Но в евангельских церквях Исцеление наркомана от наркотиков Это норма! Это норма! Со свидетелем Иговы разговариваю Он там мне спорит Там Дух Святой Три на три Три на четыре Что-то объясняет Я говорю, сколько у вас людей В церкви исцелилось? Ни одного не помню 25 лет свидетелей Иговы Сколько людей освободились от наркотиков? Ну я помню Один, да, был на свидетеле Иговы Да, он где-то там Где-то вот он живет В Италии есть Он рассказывал, помню В 57-м году Да-да-да Я говорю, наркотиков тогда еще не было Ну там были какие-то свои Думаешь, как люди освобождаются? Но сила христианства Именно в том, что Дух Святой проявляется Дает направление Дух Святой не хочет жить за завесой Бог не выбирал эту жизнь за завесой Поэтому ученики Христа Силой Духа Привели ко Христу больше людей Чем все фанатики мира Имея в руках оружие Фанатики мира пытаются Знаете, оружием Каким-то образом Всех заставить верить, как они Это было и в средние века И раньше Люди насиловали друг друга Только заставить их верить, как я Ученики Христа Никого не насиловали Никого не убивали За 300 лет Только вдумайтесь 300 лет Жутких гонений Вся Римская империя Уже была обращена в христианство Только силой слова И знаете, удивительно Объяснимо, почему Вот апостол Павел Был жуткий гонитель христиан Встречается со Христом И потом он так переживает Близко присутствие Святого Духа Настолько мощно Он осознал этот стих Первую главу, восьмой стих Где сказано Вы примите силу Павел осознал, что он примет силу Когда будет крещен Святым Духом Когда он пригласит Святого Духа В свою жизнь И Дух Святой, даже не понимая Как это работает Он говорит Дух Святой, веди меня Вы знаете Порой некоторые вещи Нам правда не надо знать до конца Чтобы просто видеть, как они работают Я буквально позавчера летел на самолете Я примерно не понимаю, как там все работает Но я же летел Я даже не знаю, есть ли у этого пилота удостоверение Не знаю Я просто лечу Потому что мне нужно лететь Из одного города в другой Вот и все И знаете, глупо было бы Подходить и по все подкрылки заглядывать Сказать, а будет работать закон гравитации Подъемной силы И вы, господин, точно пилот А ну-ка покажите удостоверение И вы все стюарды И вот я бы глупо смотрелся Меня бы выкинули оттуда И вот такая аналогия проходит Очень часто с людьми Они все знают Заковырки, закорючки Все, все Каком году, чего А действия Духа Святого Ноль в жизни Ну такие авторитетные чуваки Не в сказке сказать Не первым описать Так вот Апостол Павел Тогда он еще не был Павлом Тогда он был еще Саввел Переживает присутствие Святого Духа И он понимает Что есть какая-то сила Видимо он наблюдал эту ситуацию Когда Петр В свое время Находясь в Иерусалиме И в день Пятидесятницы Переживает крещение Святым Духом 120 человек Во второй главе Деяния Апостолов Наполняются Святым Духом Переживают какую-то радость И вот они стоят Начинают говорить на иных языках ЩИ-ба-ба-ба-ба-ба Мария там стоит Она тоже ЧИ-па-ба-ба-ба-ба Начинают говорить Они, о, Мария, ты тоже Да, и мы тоже А мама старенькой Иисуса Как она? Она в это время в углу ЩИ-ба-ба-ба-ба-ба-ба Тоже на их языках Все крещены Святым Духом И потом Петр Выходит на улицу В моей главе Второе Деяние Апостолов Это написано Выходит на улицу И начинает проповедовать И говорит Примите Духа Святого Примите Христа Потому что обетование Принадлежат вам И детям вашим Он об этом говорит людям. И 3000 человек его слушают, фарисеев, людей, которые вчера распяли Иисуса. Вчера, 50 дней назад, они распяли Иисуса, и мало того, они его распяли. Мало еще этого. Петр, вот этот парень, он убежал, испугавшись всего. Убежал и спрятался. И вдруг он стоит. Петр стоит и вещает с этой же кафедры. Ребята, покайтесь. У них когнитивный диссонанс. Они говорят, что происходит, мы ничего не поймем. Мы тебя только что, твоего учителя распяли. Вот тебя сейчас прибьем. А он говорит, я ничего не боюсь. Дух Святой здесь. Да вы мне хоть сиклюбашка сделайте, я буду на небесах. Так вот апостол Павел, теперь возвращаясь к нему, вероятно стоял в этой толпе. И он думал, странно, он точно чокнутый. Как же так? Что-то же с ним произошло. И потом та же сила Святого Духа приходит на Павла. И вот Павел оказывается в разы более продуктивный, чем Петр. И Петр вообще, простите, Павел, в отличие от Петра, вообще собирается в поход через Грецию и аж до самой Иллирики. Иллирика это Хорватия, современная Хорватия. И смотрите, что пишет мой драгоценный тезка. Римлянам 15 глава. 18-19 стихи. Ой-ой-ой-ой, что он пишет? А что он пишет? Я захлопнул. У меня есть в телефоне, но там не так. Надо полноту. А вот где. Аллилуйя. Вот моя бумажная Библия. Вот она, красавица. Читать ее надо. Просто Библию нужно просто читать. Вы знаете, дети сейчас не читают Библию совершенно. Совершенно не читают. У меня дочка закончила школу, 18 лет закончила с золотой медалью. Представьте, вот вчера официально сказали, что все, у нее золотая медаль. Мы рады за нее. Я говорю, вчера я ее спрашиваю, сколько раз ты Новый Завет прочитала? Ни разу. Я говорю, странно. Вот ты золотой медалью читала, ну Библию читала, но не прочитала всю. Вот ты золотой медалью. А что те, у кого нет золотой медали? Они-то вообще открывали Библию? И мне как-то, знаете, страх какой-то напал. И думаю, люди, читайте Писание. И вот Павел Апостол пишет, 18 стих, Римлянам 15, 18, 19. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил бы Христос через меня. В покорении язычников вере словом и делом. Он говорит, ну не решусь что-то сказать. И вот 19 стих центральный. Силою знамений и чудес. Силою Духа Божьего. Павел говорит, вот я не осмелюсь сказать, что я чего-то сделал сам. Просто не осмелюсь. Что вот своей харизмой, умом, образованием. Он говорит, но язычников я покорял вере в большом количестве. И говорит, чем, благодаря чему? Силою знамений, чудес. Силою Духа Божьего. Вот это вот вся риторика. Сила, сила, сила чуда. Сила знамения. Сила Святого Духа. Вот чем. И заметьте, в Библии нигде не сказано слово Троица. Никто не спорил с Павлом о Троице. Павел говорит, да я не хочу о ней разбираться. Я хочу просто молиться за людей, чтобы сила Божия проявлялась в его жизни. Я хочу, чтобы наркоман, который ко мне приполз, я помолюсь, и он исцелился. Я хочу, чтобы человек, у которого разрушенная жизнь, я помолился, и он восстановился. И мы видели силу Божию. И тогда говорили, ему вся слава. Потрясающе. Силою знаменен чудес Духа Божьего. Так, что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Он говорит, я проповедовал, и столько людей привел ко Христу. До Иллирика до самого, то есть до Далмации. Говорит, до туда я все это проповедовал. Поэтому чудеса и восстановление жизни, это всегда явление Духа Божьего. Чудеса, чудеса. Противники всегда будут. Противники всегда будут говорить, то у вас не так, это не так. То у вас строится не так, то у вас это не то. Нам нужен Дух Святой, надежда. Вот что нам нужно. Аминь, дорогие мои. А Дух Святой в действии и сегодня. Аминь. Давайте поднимемся и будем молиться. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Святой Дух, благодарим Тебя. Святой Дух, Ты нужен нам. Святой Дух, Твое присутствие. Святой Дух, Твоя жизнь сегодня с нами. Святой Дух, мы благодарим Тебя. Святой Дух, мы славим Тебя. Святой Дух, Ты поможешь, Ты поддержишь. Святой Дух, Ты наставишь. Спасибо Тебе, Святой Дух, спасибо Тебе. Благодарим Тебя. Сегодня, Господь мой, тот день, когда родилась церковь. Когда Святой Дух сошел на землю. Когда, Господь мой, Ты наполнил этих 120 человек. И они стали говорить на иных языках. Крещенные Святым Духом. Благодарю Тебя, Господи. Благодарю Тебя за Твои чудеса и знамения. Ты сам ведешь нас, Святой Дух Это большая привилегия Быть Вадимым Духом Святым Знать, что Ты ведешь нас Даже если ошибаемся, Ты наставляешь Ты, Господь, показываешь путь Путь жизни, благодарим Тебя Благодарим Тебя, Царь, Царей И Господь Господствующий Мы любим Тебя, славим Тебя Наш Царь и наш Бог, благодарим Тебя Аллилуйя Славься, славься, Господь нашей жизни Святой Дух, славься Святой Дух, мы приглашаем Тебя Святой Дух, Ты нужен нам сегодня Господи, не дай нам Запутаться в этой софистике Господь мой, чтобы не отвергли Тебя Святой Дух и не остались без плода И без чудес, Господь Нам нужно Твое присутствие Присутствие Святого Духа Аллилуйя, благодарим Тебя Благодарим Тебя Благодарим Тебя, Святой Дух Аллилуйя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok